Он опережает Абдулла. Чистых попаданий пока что нет. Вообще даже страшно представить, что было бы, если бы кто-то из них чисто попал. Впервые мы видим, что Котто достал. Пусть легко, но достал. На повторе. Хорошая комбинация, очень четкая, очень техничная. Повторный удар левое в туловище, в голову. Шестой раунд. Начинается так же, как и все предыдущие. Абдулаев в атаке. Все удары идут в защиту. В опережение действует Котто. Видите, только, что называется, зарядился на атаку Абдулаев. Котто тут как тут со своей комбинацией. Он уходит из опасной зоны. Он успевает расслабиться. Вот там, на дистанции, очень свободно действует. Вот к этому раунду, я думаю, Абдулаев уже понял, что Котто, это совсем не тот Котто, которого он побил в себя. С другой стороны, ну что же удивляться. Это было 5 лет назад. Котто было тогда 18 лет. А сейчас это зрелый боец, пусть и молодой. Котто делает все свободно, очень раскованно. Он еще не включил своей максимальной скорости. А вот Абдулаев, по-моему, избавляет оборота. Вот сейчас все ясно. Перелом наступил. Он, может быть, не так выражен, не так заметен, но явно наступил. У тебя там фишка, поэтому ты так расставайся, чтобы она у тебя большая не стала. Ой, Аллах. Момент. Попал. Попал. Котто. Очень свободно. Котто. Попал. Котто. Попал. Похоже, какое-то повреждение Ардуллая. Думаю, что кто-то обязательно этот фактор использует. Это профессиональный бокс, а в ринге в этих боях не церемонится. Все средства хороши. Никак не может так прочно запереть Котто в углу Ардуллая. Практически все, что получалось у Ардуллаева, это благодаря тому, что Котто сам становился туда. Промах, промах и промах. Ардуллаев, наверное, попал в ловушку своего собственного ритма. Это повторяемость комбинации, серии, позиций. Котто это использует очень здорово. Последняя минута седьмого раунда. Похоже, что Котто становится полным хозяином в ринге. И заметили, все, что он делает, он делает практически в отступлении. Так вот, в длительную атаку он еще не перешел. Последние секунды. Ардуллаев никак не может подобраться. Да, однообразие это такой же враг боксера, как, собственно, и противник. Обстрелы издали. Это не попытка отогнать противника, нет. Попытка спровоцировать его на атаку. Потому что Ардуллаев атакует только, когда выходит на среднюю дистанцию. Там он, видите, собран, действует жестко, решительно. А вот издали потянуть его на себя, есть шанс встретить, перехватить. Вообще, мы с вами видели несколько боев Мигеля Котто. Надо признать, что такого противника, как Ардуллаев, у него еще не было. Котто вот в этом раунде начинает очень широко использовать площадь ринга. И пока что все в контратаке. Все, что он делает, делает в контратаке. Пережидает атаку противника или ловит его в опережение. Он совершенно расслабился, абсолютно свободен. Ему выгодно потаскать, в кавычках, за собой противника. Для агрессивного, силового бойца, каковым и Абдуллаев является. Возможность опереться на противника в своей атаке, даже по защите, если он не носит удары. Это важнее и важно. Самое неприятное, это промахиваться. Нехорошо. Нужно выполнять команду. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, может быть, Абдуллаев просто в этом эпизоде не понял команду рефери. Тот сказал стэп бэк, шаг назад. Нужно было сказать стоп. Девятый раунд. Кота, конечно, не из тех бойцов, которые вот так не на полную силу бой закончат. Его атаку еще предстоит нам подождать. Мы это увидим без всякого сомнения. Да, все уже ясно. Доктор, 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 вот кто нужен сейчас. Ты можешь видеть этим глазом? Нет, не могу говорить Абдуллаев. Вот так закончился этот бой. Победа техническим нокаутом. Месть за поражение на Олимпийских играх. Реванш. Но я должен выразить свое восхищение Абдуллаев. Какой замечательный боксер. И какой превосходный боец Мигель Котто. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова